всем привет вот сегодняшнем видео хотел провести такое как ну не знаю назвать испытание тест первая заправка гамматодором с помощью баллона высокого давления но прежде чем я перейду а ну я как бы этим видео хотел но не только тест как бы сделать для себя а вообще показать потому что может быть кому то еще интересно будет посмотреть на ю тубе такой ролик как вообще заправляют винтовки с помощью воздуха эдуард записывал такое видео на своем канале ну вот я решил тоже попробовать и записать нечто подобное только по-своему и прежде чем я перейду к заправке эдгана я хотел бы немножко так вот порассуждать какие плюсы и минусы есть у насосов у баллонов и у компрессоров вот ну тогда вот эти три три компонента такие до которые используют для заправки пневматического оружия письки вот начнем с насосов и я объясню почему я и выбрал именно баллон высокого давления для заправки винтовки вот значит сначала я думал купить насос уже подбирал то есть хотел брать английский hill 3 потом даже вышел уже 4 но там небольшая разница с третьим а именно с усушителем но потом вот я пообщался на форуме и мне один товарищ все-таки посоветовал что не стоит брать насос по той причине что при закачке винтовки с помощью насоса хоть и стоит осушитель в резервуар в резик пневматики попадает влага то есть это очень негативно сказывается на работе как сама пневматики так и может быть какая-то коррозия будет что очень негативно вот это одна из причин по которой я не стал брать именно насос но у насосов есть свои также плюсы и минусы вот один из минусов я уже назвал а плюс насоса в том по сравнению с баллоном что он очень мобильный то есть насос можно взять куда-то в дорогу ну конечно и баллон можно взять если есть автомобиль такой баллон таскать собой тяжело но насос намного легче и ты уже не привязан вот как здесь баллон есть есть воздух ты закачал то есть насос ты уже как бы можешь любой момент закачать вот это по поводу плюсов вот что еще сказать по насосам но обслуживание конечно должно быть уметь поменять резинки обслуживанию насосов то есть есть их надо обслуживать со временем там изнашиваются механизмы это я сказал значит какой плюс и какой минус насоса теперь перейду к баллону ну плюсы баллона это то что вот закачал воздухом то есть подсоединил винтовку и закачиваю воздух то есть не откинь усилий прилагать как ты вот с помощью насоса да еще плюс то что не надо обслуживать его не надо никакие тут резинки менять служит 25 лет через вот не остальные баллон через каждые пять лет нужно проходить на прессовку повторно но это во первых и для себя как безопасность своя то есть если баллон опрессован проверим высоким давлением то все нормально это из плюсов из минусов это тяжелый и то что привязан к тому что его надо заправлять постоянно не постоянно в принципе где-то хватает на тысячу выстрелов баллона заправки вот у ничего заправлено на 300 бар так что еще из плюсов из минусов из минусов то что конечно он не не такой безопасный как насос то есть вот он под давлением лежит его рекомендуют хранить в местах далеко от огня и чтобы не попадал не попадал прямые солнечные лучи то есть чтобы он не нагревался вот это какие плюсы и минусы насоса ну и компрессор компрессор плюсы то что во первых может любой момент закачать вашу винтовку и не надо никаких усилий прилагать как у того же насоса и плюс по отношению баллона то есть ты опять же не привязан потому что тебе надо баллона постоянно заправлять компрессором качает качает сколько угодно но опять же обслуживание компрессором там износ механизмов всех там что-то менять придется это иной ремонт то есть надо уметь это все делать и я считаю как минус компрессор это место много занимает вот это что касаемо сейчас потому что компрессор уже заказывает китай а по цене по цене вот если брать насос сейчас стоит где-то около 14000 то есть осушителем hill 4 до баллон вот этот стоит 14 половиной но плюс к нему надо еще зс нему надо еще чехол вот то есть уже дороже выходит чем насос компрессор вот так у нас на форуме гантом заказывали по 20 тысяч плюс доставка а сейчас там еще ссылку один скидывал тоже такой же китайский компрессор 10 тысяч но не знаю сколько там уже доставка тоже будет вроде как и дешевле вот это касаемо цен ну что вот я так вкратце рассказал свои мысли по поводу плюсов и минусов того или иного способа заправки пневматического оружия а сейчас перейдем уже попробуем закачать я попробую закачать свой ганг вот я кстати приобрел видно здесь на видео да вот такая вот зс она в принципе вкручивается от руки крутил ее все она стоит вот здесь есть вентиль стравливающий воздух после того как я уже заправлю свой ганг а также сюда я подсоединил вот этот штуцер который шел в комплекте именно с гангом с моим вот такой вот он стандартный штуцер папа который уже стыкается орган ну что тогда сейчас попробуем у нас из этого получи да кстати вот еще я приобрел сейчас сходил вот такой вот силиконовую смазку которую рекомендуют именно вот чтобы не на сухую да как бы вот эти резиночки нам не испортить вставлять уже вот ганг сейчас мы ее попробуем это германская смазка такая вот для пневматического оружия есть еще по моему силиконовая hill называется она как бы вот и покупают ее вместе с насосом но я как бы учетом не знаю не купила у нас именно только такая продается германская сейчас мы ее тоже попробуем так ну что иду я тогда сейчас за гангом и пробуем принцессе прям в лицо погода классная так ну что взял я ганг сейчас у меня показывает давление 150 бар мы попробуем закачать его на 220 так ну что сейчас попробуем обработать это силиконовой смазкой принципе я думаю много не надо тут чуть-чуть смазать резиночки сами вот этим так запах кстати не имеет смазка вообще ничем не пахнет так теперь нам нужно подсоединить так здесь у нас вентиль закрыт так сейчас потихонечку пробуем открывать так вот воздух пошел воздух пошел 200 здесь маленько травит в этом месте я тонки закручивал 200 еще чуть-чуть все 220 так остатки сейчас стравливаем все строил все кстати вот легко входит вот здесь вот сам от ганган и ничего не вылетает что удивительно казалось да давление такое все вытащил сейчас я покажу видно да 220 где-то бар все винтовка готова все это быстро да как сами видите здесь можно вентилек опять закрыть здесь у нас все закручено вот этот основной вентиль манометр я даже не смотрю сколько там давление у меня есть на баллоне манометр но он нужен только для заправки когда заправляю чтобы видно было сколько мне закачали туда воздуха то есть все ну заездку я взял такую обычную заправочную хотела сначала этот ган взять потому что она уже и сразу идет стаки с такой вот для гана да в принципе такая тоже нормальная простенькая не такая дорогая и она кстати вот крутится удобно ее закручивать вот смотрите от руки прям вот сейчас ее откручиваю снимаю и все она мне уже пока не нужна и так от руки она откручивается сейчас посмотрим какой воздух вообще не влажный тут нет никакой влаги малон у нас закрыт сейчас попробую сейчас попробую вот все я открутил ее все вот такая вот она штучка здесь уже резинка тоже есть но я не знаю видимо так должно быть здесь все сухо то есть все влаги никакой нет малон у нас закрыт здесь все закрываем все ну вот такое видео обучающие в принципе если кому-то понравилось пишите комментарии как вы заправляете свои винтовки все тогда всем пока папка чай ты Продолжение следует...